90-го года рождения. Он пришел в власть в 96-м. Мне было 6 лет и я всю жизнь жила при Лукашенке. Мне исполнилось 21 год. Я уехала со своей страны, потому что я не видела перспективы жизни. И бороться с правительством это же невозможно. Когда дубинками по голове лупят, когда закрывают на 15 суток ни за что. Когда тебе штраф дают за то, что ты вышел за хлебом от своего дома в соседний дом неправильно дорогу перешел. Я за честные выборы надеюсь, что все-таки Беларусь свободная победит, что будет справедливость в нашей стране, что перестанут обижать хороших, порядочных, честных граждан нашей страны. Я надеюсь, что Тихановская победит. Мы с народом победим. Судя по тому, что происходит, будут массовые фальсификации. Я, насколько я видел, по некоторым областям, там больше 50 процентов это несрочное голосование. Ну, кажется, что выборы будут просто фальсифицироваться так, как это не было раньше. И не знаю, что... То есть от этого другого ожидать не приходится. Я думаю, очевидно, люди будут выходить на улицы. Люди будут мирно выходить и отстаивать свои права. То есть я не думаю, что будут со стороны людей какая-то агрессия. Ну, то есть, судя по тому, что было раньше, то есть агрессия была со стороны властей, силовиков. А люди просто выходили, становились в очереди вот таким образом. Людей били дубинками по голове, затаскивали автозаки. Вот. То есть люди агрессию не проявляли. Люди хотят мирных перемен. Я гражданка Украины. Вообще родилась в Беларуси. Это моя мама. И вы с мамой пришли голосовать? Да. Мама у нее гражданство Беларуси, поэтому она хочет проголосовать. Что вы думаете? Может быть, мама с вами делилась. Какие ожидания из этих выборов? Ну, какие ожидания? Она хочет все, чтобы было по-старому. Ну, как-то. Был Лукашенко. Да, чтобы было хорошо и был Лукашенко. Я зову Лукашенко. Я вам сразу скажу, чтобы мне не задавали вопросы. Я зову Лукашенко. Да, да. Пенсионера он любит. Он помогает. Она не хочет войны. Она переживает, что в Украине идет война. Я уже достала войну. У меня уже 80 лет. Так что я нажила. Вот конкретно здесь, да, наше настроение совпадает с большинством. Как будто мы тоже ждем перемен и надеемся, что они все-таки уже... Пора бы уже, потому что уже, как бы... Ну, я так понимаю, что вы ожидаете смены власти, собственно, как и большинство людей. Да, да, да. Все правильно. Я не буду спрашивать, за кого будете голосовать, потому что это будет неправильная агитация. Да, мы держим в секрете. Если за этот раз что-то они изменят, по крайней мере, власти может где станут на место, а надеюсь. То есть вы тоже за смену власти должны голосовать? Я больше других тут нет. Ну, мы же должны спрашивать, ну, потому что мы тоже, мы со всеми, с кем мы общались, все говорят о том, что нужны изменения, нужны и смена власти, и что многие боятся, что будут фальсифицированы выборы. А вы что думаете по этому поводу? Только они уже фальсифицированы, мне кажется. Что-то изначально уже было подготовлено? Ну, заготовки всегда есть. А в случае того, что, например, власть останется та же, как вы думаете, что будет? Будет какие-то ужесточения или все будет как раньше? Да. А вот тут задачи с тремя неизвестными. Не знаю. Проявить, проявить, как это указано? Да, гражданскую позицию, да. А чего вы ждете после выборов, перемены или того, чтобы все осталось как есть? Перемены. А можете подсказать каких? Потому что, ну, мы... Хотелось бы позитивных, вот, больше всего сказать нечего. Да, сменяемость власти. А что дальше? Что будет фактически? Посмотрим. Сложно загадывать. А что именно сейчас вас не устраивает, если смена власти? Потому что из Киева это по одному смотрится. 26 лет, ну, уже хватит. Ну, я вот все расскажу. Скажи. Ну, как? Гражданский долг. А какие ваши ожидания от этих выборов? Они будут сфальсифицированы. Но вы все равно голосуете? Да, мы все равно голосуем. Протестный голос должен быть форм. Показываем каким образом, по крайней мере, я показываю каким образом свое несогласие. А как вы думаете, если будет фальсификация и результаты будут фальсифицированы, какие будут ваши следующие действия? Митинги, протесты или так это все и закончится? Я думаю, что я поддержу настроение протестное, если они будут. К сожалению, я пока не могу сказать результаты. То есть мы пока публикуем только явку. Ну, максимум, что могу сказать, что голосуют в основном в течение всех этих дней за двух кандидатов. Я хочу считать, что essение было. Население Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...